«Наша команда, 112! Наш девиз! Раз, два, три! 112! Позвоните, обожали, сообщите! Если что случится вдруг, 112! Последний друг!» Командный дух и личностные качества юных спортсменов проверили в Комарово. На базе детского спортивно-оздоровительного центра «Олимпиец» состоялась квест-игра «Решающее направление». Это уже не первые соревнования по пожарной тематике. У НДПР курортного района на постоянной основе проводят подобные мероприятия среди подрастающего поколения. «От главного управления хочу выразить радость и благодарность, что мы у вас в гостях. Многие ребята хотят стать и спасателями, и пожарными. Но наши смелые пожарные спасатели обладают многими хорошими, твёрдыми способностями. И сейчас мы с вами проведём игру под названием «Решающее направление», на которой мы хотим посмотреть, насколько вы сильны, выносливы и целеустремлённы». Всего в квесте участвовали три команды, состоящие из юных спортсменов Школы Олимпийского резерва имени Владимира Коренкова. Несмотря на царящий дух соперничества и борьбы, витавшей на площадке и за её пределами, все участники осознавали серьёзность темы сегодняшней игры. «Уважаемые друзья, я не так давно вам читал пожарный инструктаж. Вы знаете, что у нас произошло весной в городе Кемерово в торговом центре «Зимняя вишня». Для того, чтобы такое больше не произошло, и для того, чтобы, если вы окажетесь в чрезвычайной ситуации, вот эта викторина будет послужить вам определённым примером. Вы приобретёте эти определённые навыки и познание». Основной целью проводимых соревнований является формирование у детей в игровой форме правильного восприятия работы пожарных, а также повторение основных правил поведения в чрезвычайных ситуациях, в том числе и на пожаре. Пожар в посёлке Комарова, морская 48. Кроме индивидуальных заданий, игра подразумевала и работу в команде, с которой все участники справились на ура. Чтобы не быть голословными, к ребятам в гости приехал действующий пожарный расчёт, для того, чтобы наглядно показать, как работает то или иное устройство. Кроме этого, некоторым счастливчикам удалось самим попробовать, каково профессионалам управлять пожарным стволом. «Так, юная пожарная готова. Сделай перчатки. Они называются крагами. В них я работаю на пожаре. Одеваю одну. Молодец. Одеваем вторую. И вот мои руки полностью защищены. Нижний гладкий действует. Одна рука здесь. Или, может, это и правильно спеть хочешь, да? Опа, всё. И мы начинаем. Таким образом мы борем с нашим врагом огнём. Молодец, унисс. Вот отлично получается. Чувствуешь, какое высокое давление? Это ещё небольшое давление. Этим образом ты регулируешь подачу воды. Чувствуешь, да? Так же ты можешь... Видишь? Опа! Мы на машину не попадём. Ну всё, умница, справилась. Молодец. В завершение состоялось торжественное награждение победителей и вручение памятных подарков. Наши победители за первое место в спортивной квест-игре решающее направление победила команда 112. Молодцы, девчонки! Поздравляю! Продолжение следует...